На ведущем предприятии Чуваши Элара прошел конкурс профмастерства. Так решили отпраздновать день рождения завода. В этом году за звание лучшей по профессии, кроме токарей, фрезеровщиков, монтажников, печатных плат, боролись и водители. Наша съемочная группа следила за конкурсом. Начало конкурса – раздача заданий и номеров. Затем все участники, их можно узнать по желтым кепкам, расходятся по рабочим местам. Участников конкурса жюри оценивало по нескольким критериям. Нужно было хорошо знать теоретическую часть, обеспечить чистоту на рабочем месте и, кроме того, правильно изготовить детали. Фрезеровщики изготавливали вот такие кронштейны, а токари вытачивали вот такие оси. Помогать, отвлекать и советовать во время конкурса было нельзя. Все это могло повлиять на результат. За порядком следили члены жюри. Алексей Карышев – фрезеровщик. На Эларе работает давно. В таких конкурсах участвует не в первый раз. Говорит, что теоретические вопросы щелкают, как семечки. А вот практически задания сложные. Загадывать не буду. Время покажет. А вот деталь для вас сложная была? Деталь не очень сложная, конечно. Просто времени как бы дается мало и торопишься, нервничаешь немного. У токарей победа досталась специалисту с 10-летним стажем Олегу Михайлову. В цехе радиоэлектронной аппаратуры и приборов не по субботнему оживленно и многолюдно. Несколько команд, по семь человек уже готовы приступить к конкурсному заданию. Для участия отбирали только тех, чья квалификация соответствует как минимум третьему разряду. Все, что было изготовлено во время конкурса, пойдет в дальнейшую работу. Это заряжает людей. Оно позволяет участникам этого конкурса прочувствовать, что их профессия нужна. И самое главное для нас на сегодняшний день, поскольку престиж рабочей профессии в стране падает, нас отмечают ученых, там, понятное дело, что тоже нужно этому уделять внимание. Но я что-то за последнее время не помню, чтобы отмечали какими-то государственными наградами работников промышленных предприятий. Это неправильно. Профессия рабочего, она всегда была и будет оставаться той, которая кормит вообще-то всю страну. В этом году впервые в конкурс участвуют и приглашенные. Семь будущих монтажников радиоаппаратуры, студенты электромеханического колледжа. Учебное заведение очень тесно сотрудничает с ИЛАРой. Ну, недавно сам, значит, служба, кадровая служба, предприятие, она, они делали, анализировали состав своих работников из числа наших выпускников. И оказалось, вот из того числа людей, которые сейчас работают, порядка трех тысяч, да, на ИЛАРе работают, 400 человек наши. Мы в этом году планируем создать участок, который практически не будет отличаться от реального участка, в котором мы сейчас находимся, где проходит этот конкурс. В этом году в конкурсе участвовали и водители предприятий. Их задания не отличались от экзаменов ГИБДД. Для победы надо было преодолеть все препятствия, причем сделать это не только быстро, но и без нарушений. Водители говорят, участвовать в конкурсе интересно, но сложно. Сами автомобили по себе, это индивидуальные. И каждому человеку приходится привыкать к своему автомобилю, к своему машине. И порой и другие, кто садится за автомобилем. Ну, вот как я в данной ситуации, не сразу смог тронуться там или ничего. Но надо привыкать к каждому автомобилю. Цех печатных плат, пожалуй, основной на предприятии. Участницам конкурса нужно было проверить плату и устранить дефекты. Работа кропотливая. Зоркий женский глаз должен заметить малейшее расхождение со схемой. На все задания у конкурсантов 30 минут. За это время надо проверить 10 плат. Они самые сложные из тех, что выпускают в цехе. Конечно, все участники не могут занять первые места. Зато каждому победителю конкурса будет повышен квалификационный разряд. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика.